Всем привет! Кто не знает, меня зовут Маша. Я рассказываю, как продавать хендмейк за границу, а именно через сайт Etsy. И сегодня мы поговорим про трафик-код. Я думаю, что многие получили такое письмо на e-mail, а те, кто его пропустили, узнают, что оно им приходило. Мы поговорим, что это такое, кто его придумал и зачем, что с ним делать, где его искать и куда его писать. Смотрим, сейчас я обо всем этом расскажу. И также не забываем ставить лайк под видео и подписываться на канал. Итак, что же это такое за код? Я думаю, что вы могли слышать его в русскоязычном варианте. Это ТНБ, таможенная ангитатура внешнеэкономической деятельности. То есть для каждой категории товара существует определенный код, который используют в таможне, чтобы быстрее эту категорию узнать и узнать, под какие пошлины этот товар может попадать. И вот с 1 июля Евросоюз решил обязать всех указывать этот код на, получается, импортных посылках, на посылках, которые будут прививать в Евросоюз. Поэтому вы должны понимать, что это придумали мне эти, а им поступило такое законодательство, и они уведомляют продавцов о том, что такое есть, что продавцы теперь должны ему следовать. У вас есть два варианта. Первое. Если для вас это кажется чем-то невероятно сложным, вы можете просто перестать продавать в Европу. И оставить только США, Канаду, Австралию и другие страны. Второй вариант. Вы смотрите видео, разбираетесь, что сложного здесь ничего нет, и продолжаете продавать в Европу. Потому что сейчас Эдси ведет хороший трафик на Европу, и по факту это тоже самая большая площадка и для Европы, именно с хендмейдом. Поверьте, сложного здесь ничего нету. Пару раз вы поищите код, и все у вас будет сделано. Что будет, если мы не напишем этот код? Как написано в законе, что если этот код будет отсутствовать, то таможня может посылку либо развернуть обратно, либо просто она будет идти дольше. Я думаю, что вам это не нужно, что проще, действительно, этот код указать. Где вы указываете этот код? У вас в таможенной декорации прям есть отдельный пункт под этот код. Дальше я в видео прям вам покажу, где это находится. Это если вы заполняете через сайт Почта России. Если вы отправляете другими компаниями, то вам нужно либо у них спросить, чтобы они вам показали, куда этот код можно записать. Возможно, у них также есть отдельная графа. Либо, если никакой графы нету, то просто на бланке так и напишите. То есть наименование кода. По коду. Я дам вам, оставлю ссылку на сайт англоязычный, где вы вводите примерно название своего товара, и он вам присвоит код. И напишет общую группу, которая подходит для этого товара. То есть, например, если я введу кошелек, дальше у меня выпадут списки, из какого материала он сделан, и, допустим, для чего он используется. То есть это кошелек, который используется для ношения в сумке, допустим, и в кармане. То есть эти категории я выбираю. Если вы выберете какую-то другую категорию, там еще и сначала вопросы, это товары массового производства или другое. И здесь вы должны понимать, что так как товары могут быть какие-то, у большинства из вас очень узкоспециализированные, потому что это тем более товары ручной работы, не будет категорий именно под ваш товар. То есть это не категории Etsy, это именно категории таможенные. И какие-то пункты, они тут просто более общие. И уже в этот пункт ваш товар, скорее всего, будет относиться. После того, как вы найдете свой код на этом сайте, я дам вам еще один сайт на русском языке, где вы сможете его проверить. То есть там уже будет на русском написано полностью ваша категория. К сожалению, на русском языке я не смогла найти какой-то более нормальный, понятный, бесплатный сайт, где можно было бы ввести так же категорию по словам, но он бы присвоил ей код. Я нашла один сайт, но там только можно три раза в день с одного IP делать поиск. Я, наверное, тоже его оставлю. Мало ли, кто попадет с первого раза. Но три сайта вам хватит вообще абсолютно над головой. И я думаю, что вы сможете их использовать. Теперь давайте поговорим, как облегчить работу с этими кодами. Вам не нужно каждый раз этот код перепроверять. Вы доходите его один раз. Если у вас одна категория товаров, то у вас будет один код. Если два, то две категории, то три. В принципе, много кодов, я думаю, что у вас не будет. Возможно, 10-15 кодов может быть у тех людей, у кого от 100 и больше товаров. Для того, чтобы вы их не забыли, то есть что вы можете сделать? Вы можете записать их у себя в блокнотике, если вам это будет очень удобно. Либо вы можете написать это в описании листья, где-нибудь внизу указать. Либо на Etsy, если вы видели, есть такой графан для артикула. И если вы ее не используете, то код можно вставить туда. И когда у вас человек купит товар, то у вас высветится наименование нужного вам кода, что, в принципе, будет легко и просто. Я думаю, на это все. Дальше я покажу вам примерное видео, как пользоваться сайтом и куда писать в разделе таможенной декларации. То есть это правило не только для России, чтобы снова многие не думали, что здесь перекрывают там снова все пути для России. Также и США, если они продают Европу, должны будут эти коды указывать. Также и Япония, также и Великобритания, для отправки в Евросоюз должны будут писать эти коды. Смотри видео дальше. Так, мы же зашли на сайт, и здесь вы вводите одно либо два слова. Например, я введу слово «кошелек». И здесь мне предлагают выбрать материал. Я выбираю «Лазер». Дальше мы видим использование в кармане или в сумке. Нам это подходит. Дальше мы видим код 4204 более общее и ниже более уточняющее. Рекомендуется использовать 6 первых цифр. То есть в данном случае мы будем использовать 4202 31. И теперь давайте мы скопируем этот код и проверим его на российском сайте. То ли мы нашли. Здесь я пишу наш код, но без точек. Изделия обычно носимые в кармане или дамской сумке с лицевой поверхностью, из натуральной кожи, композиционной кожи или из лаковой кожи. Нам это подходит. Потому что у нас первые цифры 4202 это относится к кожаным изделиям, да, сумке, чемодане. И уже дальше наше уточнение идет под изделия, носимые в кармане или в дамской сумке. Что мы делаем с этим кодом дальше? Вы копируете этот код. Обычно будет 6 знаков, либо если какое-то еще уточнение, то может быть еще 8. То есть нули, в принципе, писать здесь эти дополнительные не обязательно. На сайте Почты России у вас идет заполнение, да, и дальше у вас идет заполнение таможенной декорации. Здесь мы пишем наименование предмета, количество, общая стоимость, вес. И дальше вот мы пишем наш код. Вставляем его. И все, у вас все готово к печати. Ничего сложного здесь у нас нету. Все довольно-таки просто. На этом все. Не забываем ставить лайк под видео. Пока-пока. Если будут вопросы, пишите в комментариях. И в комментариях. Пока-пока. 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 Продолжение следует...